Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Алена Мальцева. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Запорожские строители соорудили зимний блокпост для украинских военных. Для обогрева внутри предусмотрена буржуйка. Пятитонную бетонную постройку невозможно поразить обычным оружием. У нее усиленная защита, рассчитанная на обстрел противотанковым вооружением. Вскоре первые обновленные блокпосты отправятся в зону АТО. Планируется разместить несколько десятков таких укреплений. РПГ, если нет решетки, пробивает 600 мм бетона, так как он 500 мм брони пробивает по техническим характеристикам. 600 мм брони бетона пробивает, тогда на выходе уже практически он только откалывает бетон и уже никакой убойной силы у него уже нет. То есть, даже если бросить мешок песка, то фактически он будет нейтрализован. Ну, они в корне отличаются. И те накатные, вот с накатом те блокпосты, которые самодельные, будем говорить так, сооружают сами солдаты, но это далеко, будем говорить так, это примитив по сравнению с тем, что сейчас есть. Я думаю, в течение месяца полтора мы получим 40 штук. Аварийно-ремонтные бригады коммунальных предприятий Донецка продолжают восстанавливать поврежденные коммуникации. Об этом говорится на сайте Донецкой городской администрации. Без энергоснабжения все еще остаются 13 трансформаторных подстанций и две котельные города. Из-за этого без отопления два жилых дома, один больничный городок и одно предприятие. В Афинах погромы. Анархисты жгут машины. Полиция применяет слезоточивый газ. Забастовки в поддержку заключенного анархиста переросли в погромы. Против мятежников полиция Афин применила слезоточивый газ и дубинки. Протесты в Гонконге не утихли. Продемократические активисты продолжили блокировать центральные улицы региона. Лидеры движения «Оккупируй центр» призвали участников протестов разойтись, чтобы предотвратить новое насилие. Демонстранты добиваются введения в регионе свободных всенародных выборов уже больше двух месяцев. Пока свои цели они не достигли. О дальнейших намерениях протестующих далее. Три основателя движения «Оккупируй центр» написали открытое письмо жителям Гонконга. В нем они заявили, в среду планируют сдаться полиции, чтобы остановить насилие и взять на себя ответственность за организацию массовых демонстраций. Власти считают их незаконными. Основатели движения отметили, таким образом хотят проявить свое уважение к верховенству права. В письме отмечается, это не признак трусости, а проявление смелости и протест против безразличия власти. Лидеры активистов также осудили гонконгскую полицию, которая последние две недели применяла чрезмерную силу в отношении протестующих. Некоторые гонконгцы поддерживают решение отступить, но отмечают, для этого выбрано неверное время. «Они уже выполнили свою миссию. Я не против, чтобы они просто вышли из движения. Но я не думаю, что сейчас время говорить о том, чтобы сдаться, передать себя в руки полиции». Другие говорят, несмотря на все благородные поступки, полиция региона не откажется от насилия. «Я уверена, что полиция всегда будет использовать силу, чтобы покалечить студентов и молодежь и убрать лагерь, поскольку правительство материкового Китая всегда использует силу против граждан». В своем заявлении лидеры движения призвали студентов уйти с оккупированных зон и трансформировать протест в другие формы. Напомним, в понедельник тысячи продемократических активистов Гонконга окружили правительственное здание региона, заблокировав его работу. После этого начались стычки с полицией. Многие были арестованы, десятки получили травмы. Недавно в сети появилась онлайн-петиция, которая призывает ООН расследовать нарушения прав человека, властью и полиции Гонконга. За пять дней электронный документ подписали более 44 тысяч человек. В Афганистане сохранится присутствие сил НАТО. На заседании в Брюсселе Альянс принял решение развернуть в стране новую небоевую миссию. Ее название – «Решительная поддержка». Миссия начнет работать 1 января 2015 года после вывода контингента международных сил по обеспечению безопасности в Афганистане. 12 тысяч солдат-союзников по НАТО и партнеров будут тренировать, консультировать и оказывать помощь афганским силам национальной безопасности. Напомню, в 2001 году в Афганистане началась военная операция, направленная на уничтожение боевиков Талибана. В ней приняли участие армия США и контингент НАТО. Но уже с началом будущего года армия и полиция Афганистана будут сами обеспечивать порядок в стране. Они сохраняют контроль над всеми провинциями, но несут потери из-за возросшего в прошлом году насилия со стороны боевиков движения Талибан. Президент Афганистана намерен изменить ситуацию в стране с помощью реформ. Европейцы, американцы, другие партнеры, австралийцы и японцы, которые предоставят такую мощную поддержку, должны понимать, что правительство национального единства стремится к фундаментальным реформам. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго.